друзья мои дорогие добрый день с вами Катя я вас как всегда приветствую из нашего города из кинчану терми позвольте надену очки солнце для тех кто первый раз попал попали на мои 1 2 3 каналы на данной платформе я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана я являюсь журналистом ну и как всегда под сюжетом в описаниях я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе и там же будет ссылка на мой телеграм-канал друзья я очень рада что я вчера смогла вас познакомить с моей коллегой с викой мироновой с на мой взгляд самым лучшим экскурсоводом в венеции она конечно меня отругала вчера сказала зачем ты меня вот так вот представляешь как лучшего гида я так не считаю но она так не считает зато я так считаю мы с викой познакомились примерно 20 лет тому назад в венеции сан саныч васильев он историк моды он проводил выставку и поскольку уже к тому моменту мы с ним дружили общались дружили я некоторые экскурсии проводила для его групп он пригласил меня с викой мы общались тогда исключительно только заочно потому что мне мои туристы постоянные туристы которые были даже большими любителями венеции не рима именно венеции я сниму сейчас очки только мы уйдем с вами в тень они регулярно приезжали венеции работали с очень многими экскурсоводами венеции и они мне сказали с кем ты работаешь в венеции если надо работу передать я говорю ну вот в данный момент у меня разные предложения есть имеются они мне дали контакт вики сказали только с ней причем я хочу сказать что туристы такие достаточно были капризные только с ней только с викторией 20 лет тому назад они дали мне контакт викин потом мы с ней познакомились лично уже на выставке сан саныча васильева и вот с этого момента мы с ней дружим и я еще 20 лет тому назад когда мы познакомились я была действительно поражена глубиной ее знаний такая эрудиция разносторонние знания хороший грамотный русский язык она тогда уже мне рассказывала о том что она писала книги некоторые к большому сожалению еще не успела закончить но сценарий вот она все таки по моему закончила пьесы казанова для одного из питерских драматических театров поэтому очень большая молодец друзья мы с ней вчера с Викой допоздна говорили и все таки мы решили что мы будем действовать потому что последнее время приходится все таки говорить возвращаться к этой теме говорить на эту тему но это не форма речи это действительно так к большому сожалению за последние практически два года у нас из-за того что пришвартовалась вот эта самая оппозиция российская здесь осели некоторые в Италии у нас пошла просто какая-то невиданная деградация более того некоторые персонажи которые уже достаточно много лет здесь проживали и в общем то не видно не слышно было их но последние годы они вот на этой самой волне последние два года они решили просто-напросто создать себе имя то есть решили что если я вот пойду туда в тыл к врагу и потом в общем то я буду объявлять себя кем угодно хоть писателем хоть художником хоть поэтом ну и хоть скульптором хоть великим зодчим и находят видимо каких-то они даже спонсоров каких-то галеристов себе которые им организовывают выставки и это конечно испанский стыд потому что если они даже организовывают вот эти выставки на мой взгляд все-таки вот мы с Викой вчера до двух часов ночи говорили на эту тему на мой взгляд но не имеют они никакого морального права тем более если вы ушли в тыл к врагу представлять себя русскими художниками художниками представляйте себе себя пожалуйста художниками вот которые оттуда вот из этого из того самого государства которое находится на востоке Европы и которое в общем то подставило само себя под все то что сейчас на их территории разворачивается вот поэтому пожалуйста переходите на соответствующий язык представляйте себя что вы именно оттуда но не надо все-таки апеллировать что вы русские художники или поэты или там карикатуристы и прочее потому что все-таки русское искусство русская живопись особенно 19 век потому что когда мы говорим об итальянском возрождении итальянское возрождение это 16-17 века русское возрождение это 19 век это Айвазовский это Карл Брюлов это Крамской достаточно посетить Третьяковскую галерею для того чтобы возобновить в своей памяти что такое русское возрождение а вот благодаря таким вот художникам ну тот кто не знает тот кто некомпетентен в том числе вот итальянцы они могут подумать что вот мы как бы все такие что они позволяют себе себя называть художниками потому что как бы мы другого не знали поэтому в общем то для нас для русских вот это тоже художество нет и это абсолютно непозволительно поэтому в общем я думаю что было бы справедливо поскольку вот мы наш народ наша Родина у них вызывают вот такую вот агрессию психопатию психопатию скажем так форму психопатии стадии не стадии ремиссии а стадии обострения поэтому зачем себя вот так вот терзать и в общем то ведь нет никаких проблем можно попросить и гражданство того самого государства полностью забыть русский язык и представлять себя вот вот знаете в чем тут еще можно наверное такое сравнение привести что лет двадцать тому назад пятнадцать лет тому назад вот эти самые женщины с низкой социальной ответственностью которые оттуда как раз из того государства приезжали они же представляли русскими они не говорили что они украинки они говорили что русские а на самом деле потом когда там проверяли паспорт понимали что это вот нет так в чем проблема вот эти так называемые россияне художники да и поэты сейчас можете поступать наоборот смело говорить что вы оттуда только не надо вот таким творчеством нас пожалуйста позорить наш народ и нашу страну ужас что стало происходить последние два года то есть проблема у нас с нелегальщиной с деградацией они и так присутствовали благодаря старшему заокеанскому брату сейчас благодаря вот этим вот этим вот вновь прибывшим или возникшим проявившим себя это ужас и они очень сильно конечно нас позорят поэтому мы решили с Викой что мы объединяемся точно так же с нами объединяются и другие экскурсоводы Парижа других итальянских городов поэтому будем стараться изо всех сил информировать вас показывать выставки Вика вчера отсняла выставку которая проходит сейчас в Венеции современного венецианского художника который изображает Венецию которого свое видение потому что нельзя вот использовать вот эту самую мазню не владеть техникой живописи не владеть классической анатомией говорит что это мое видение ну простите пожалуйста давайте тогда так и на коньках будем кататься там тройные прыжки двойные не докручивать это мое видение этого прыжка или простите делать даже какую-то полосную операцию сделать ее там тяп-ляп это мое видение во всем должен быть профессионализм и мы решили что мы с этими проявлениями с этим безобразием будем бороться вот с такими нашими так называемыми бывшими соотечественниками и в общем то с их вот этим творчеством спасибо большое друзья что смотрите я вас очень люблю и мы с вами увидимся завтра